Привет-привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать в это игрушка Mortal Kombat X Mobile. И сегодня, как я вам и обещала, предлагаю пооткрывать кейсики. Нет, ребятки, это не кейсики. Так, куда? Нам к этому самому. Фреддику нам не нужно. Я предлагаю сегодня пооткрывать наши паки, в которых у нас может выпасть либо Скорпион, либо у нас кто там еще есть, либо у нас есть элитчный набор, в котором у нас может с вами выпасть Охотник за головами Эрон Блэк. Скажу вам сразу, что я не знала заранее, кого я буду записывать, потому что я у вас спрашивала в прошлых роликах, кого вы хотите больше увидеть. Эрон Блэк открытие или же боевой набор Скорпиона? Но мнения разделились, причем настолько диаметрально, потому что кто-то просил, давай вот Эрон Блэк, он такой классный, уникальный. Другие писали, давай Скорпиона, он тоже очень классный. И поэтому я решила, что лучше мы с вами откроем паки и элитные, и Скорпиоши. Причем, наверное, начнем мы сегодня с боевого набора Скорпиона. И я думаю, что мы с вами откроем 5 наборов Скорпиона в этой серии. И в следующей серии мы с вами откроем 5 наборов элитных. Честно говоря, это получается в районе 100 долларов 2 открытия, потому что, как видите, у меня, слава богу, накопилось 1000 душ. То есть они сегодня у нас уйдут на Скорпиона. И 100 долларов еще уйдет на набор элитный, на нашего Эрона Блэка, если, конечно, он нам выпадет. Я не уверена, что они нам выпадут, но будем надеяться, скрестим пальчики, ребятки. Скрещивайте пальчики и обязательно ставьте пальчики вверх под роликом, если хотите как можно скорее открытие новое увидеть. Ну да, открытие новых наборов. Потому что, честно говоря, ну, на мой взгляд, уже начинается какой-то зашквар с этими персонажами. То есть они как-то, ну, не просто очень дорого эти паки стоят, а очень-очень дорого и шанс выпадения крайне маленький. То есть, как вы понимаете, что, ну, это чересчур, это реально перегиб. Так, давайте смотреть, значит, кто у нас может с вами... Так, куда меня кидает? Значит, из алмазных у нас может выпасть и Скорпиоша, Мелина, Рейден или Эрон Блэк Охотник за головами. А в новом том паке, который мы сейчас будем открывать, может выпасть Скорпион. Опять-таки, очень, конечно, бы хотелось, чтобы хоть кто-то из этих двоих выпал, потому что будет очень обидно открытие роликов записать, а у нас выпадет какая-нибудь лажа. Ну что, друзья, я думаю, что пальчики вверх вы уже поставили, вы уже готовы к этому открытию, я тоже готова. Ну что, временная акция, у нас немножко осталось времени, я, правда, не знаю, когда выйдет этот ролик, поэтому я решила наперед записать, мало ли, может он не выйдет в ближайшие восемь дней. Ну что, нажимаем купить, погнали, первый пак. Ой, друзья мои, страшно, реально страшно, не знаю, что ожидать. Так, новый уровень, спасибо. Ближний бой, сержант, спасибо. Так, тапаем, продолжить. И Шаолинь Кунзинь. Ну да, ну спасибо вам большое. Можно подумать, у нас Шаолиней мало. У нас уже второе соединение получилось. Ну ладно, ничего страшного, я думала, что мы с вами будем продолжать. И у нас даже задание новое выполнено. Спасибо большое. Так, поехали дальше, друзья мои. Новый у нас получается наборчик. Набор Скорпиона, следующий. Поехали. У нас еще четыре наборчика, значит это у нас сейчас получается второй. Может сейчас выпадет Скорпиоша. Скорпион, Скорпион, у нас еще новые уровни выпали. Кстати, кстати, Сюрикен. Ну пожалуйста, Скорпион. Блин, Скорпион да не тот. Ну спасибо. Эх, жалко, жалко будет, конечно. То есть разрабы могли бы хоть какую-то статистику ввести, чтобы допустим, ну, каждый там третий раз он выпадал. Или каждый четвертый раз. Потому что мне кажется, я помню, сколько мы потратили с Олегом на выбивание Джейсона. В итоге мы его не выбили. Ну долларов, я даже не знаю, сколько сот ушло. Так, кончик, кстати, я полностью прокачивала. Соперник Рейден Шинок и... Блин, бог крови Куталькан. Третья карточка и третья карточка Лажа Полной. Блин, как обидно. Знаете, ребят, реально обидно. То есть, вроде ты их открываешь, открываешь. Пытаешься выбить кого-то интересного. А в итоге получается действительно какая-то кака выпадает. Так, смотрим дальше. Еще одного открою. У нас два пака осталось, друзья мои. Два пака. Они, конечно, этих паков наклепали. И теперь, получается, все деньги мы тратим тупо на эти... На два пака. Я бы на их месте выпускала сначала, там, допустим, Скорпиона. А потом бы выпустила... Этого самого, Эрена Блэка. Ай, чувствую я, что этот товарищ у нас уже был. Ну да, одержим и Кенши. Продаем. Зато у нас хоть денежек прибавилось. Ну что, друзья, последний набор, честно говоря, даже не знаю. У нас, получается, вообще этот ролик получится. Ну, открытие... Как не надо открывать паки. Так. Ну что? Спецприем улучшения. Бледная татуировка. Я даже боюсь смотреть, что там будет дальше. Честно вам скажу. Так, бледная татуировка. Продолжить. И, блин, спецагент Кэсси Кейдж. Знаете, когда она не нужна, она нам выпадает. Ну, спасибо, что хоть спецагент у нас выпала. 18к. Знаете, что я вот думаю? Что я думаю? У нас 200 этих самых. Давайте зайдем посмотрим, сколько у нас... Нам еще, получается, необходимо за 5 долларов купить 60 душ. Я вот думаю, давайте я сейчас прикуплю еще 60 душ. Пусть они у нас сейчас будут. Мы откроем. Ладно, будет у нас 6 паков. То есть, как бы мы с вами сможем уже сделать выводы, вообще он хоть как-нибудь выпасть может этот наш Скорпион или нет. Потому что мне, кстати, ребята в комментариях писали многие, что Скорпион выпадает чуть ли не сразу. Скорпион мне выпал в первый раз, Скорпион мне выпал во второе открытие. Ну, ребят, 5 паков открыли подряд, как вы видите, и как-то я не вижу Скорпиона. Ладно, давайте прикупим сейчас за 4.99-60 душ и попробуем снова открыть. Ну что, ребятки, купила я 60 душ, еще у нас теперь 224 души. И, честно вам сказать, я боюсь открывать этот дурацкий пак. Реально, какое-то вот уже подсознательное разочарование идет. То есть, мы уже потратили с вами достаточно много. Еще 200 душ. Ну, ладно, друзья, давайте так. Сейчас мы все с вами скречиваем пальчики. Я вот уже скрестила на двух руках. На ногах можно еще скрестить, ноги сами скрестить. Если мы с вами хотим сейчас получить Скорпиона, то нам нужно, не знаю, пошаманить немножко, что ли. Ну что, поехали. 200 душ. Покупаем Скорпиона. Господи, дайте нам, пожалуйста, Скорпиош. Пожалуйста. Мы же не так много просим. Ой, два новых уровня и... Одержимый Кенши. Ребят, ну, по-моему, это совсем зашквар. Я не знаю. Открыли мы с вами... Так, не надо нам Саб-Зира. Это, наверное, у нас будет самый короткий ролик по Мортал Комбату, потому что, честно говоря, ну, вы сами видели. Мы открыли с вами шесть паков. Честно вам сказать, я реально надеялась, что у нас выпадет Скорпион. Потому что действительно писали, что он часто выпадает, все дела, он такой у нас весь. Давайте хоть зайдем, почитаем, кого мы с вами не получили. Он у нас часто выпадал. У меня есть Скорпион, и у меня есть. Как вы видите, не часто он выпадает, либо я не знаю. Может, какая-то тут... Может, разрабы видят, что у нас тут достаточно много уже персов, и решили... Нет, этим мы не дадим. Так, Кейси Кейдж нам не нужна. Где наш Скорпион? Боевой набор. Скорпион спасает напарника от одного смертельного удара, затем контратакует противника. Сменяя напарника, спецназовцы похищают силу. Ну, что вам сказать, хороший перс. Честно говоря, я не знаю. Я, конечно же, сейчас в новом ролике, ну, запишу, конечно же, подряд еще один ролик, потому что хочется... Может, как-то нам хоть Эрнблэк поднимет настроение. Честно вам скажу, напишите, пожалуйста, в комментариях, реально ли он настолько хорош, что чисто ваше мнение мне интересно. Я не хочу смотреть чьи-то ролики, они мне не интересны. Мне интересно ваше мнение, ребятки. Как вам, в принципе, если он у вас есть, этот Скорпион, как быстро, во-первых, он у вас выпал. И, в принципе, насколько он хороший, как карта. То есть, судя по описанию, он реально классный. То есть, есть ли смысл еще его открывать? То есть, у нас сейчас будет Скорпиоша, потом я открою, ну, постараюсь открыть Эрнблэка. И напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, есть ли, в принципе, смысл потом опять попробовать Скорпиону. У нас как раз сколько осталось дней? Давайте посмотрим. Главное меню. У нас осталось 8 дней, получается. То есть, у нас как раз до Нового года, в принципе, можно попробовать его еще раз открыть. То есть, я не уверена, есть ли в этом смысл. То есть, опять-таки, все зависит от вас, хотите ли вы Скорпиошу, не хотите попробовать открыть. И какой шанс того, что он нам все-таки выпадет или не выпадет. Ну что ж, подведем итог этой маленькой мини-мини-серии. Я не знаю, я никогда такие маленькие не записывала. Попробовали мы с вами открыть боевой набор Скорпиона. Одного золотого персонажа и двух других карт. С возможностью получить Скорпиона. Мне кажется, что тут надо было написать, что шанс выпадения 0-0-0-0-0-0-1 миллионная, 1 сотая, 1 тысячная процента этого Скорпиона. Потому что, вы видите, мы потратили 1200 душ. И в итоге я что-то не вижу Скорпиона в своем наборе. Зато у нас выпала там Кесси Кейдж. Кстати, заметьте, выпала нам полная хурма. Какой-то этот Кунь-Дзинь, Коталь-Кан, два раза одержимый Кенши, который у меня уже есть полностью слитый. Ну, не знаю, мне бы на месте разравов, может, как-то пыталось, ну, хотя бы, ну, как-то подсобить, чтобы какие-то хотя бы другие карты более интересные были в этих боевых наборах Не знаю, друзья, не знаю В общем, вот такой у нас немножко грустный ролик получился, попытались открыть Скорпиона, ничего мы в итоге с вами не открыли И знаете, я не могу вам однозначно советовать открывать, если вы открываете не каким-то там читерным способом или еще чем-то Или каким-то там покупками душ, не знаю В общем, если вы стараетесь открывать, как мы, то есть, купив, потратив свои деньги и купив этого, купив души на них, я, честно говоря, наверное, не советую Лучше, знаете, вот ранний доступ, ты платишь там 20 долларов, но ты точно знаешь, что ты получишь этого персонажа Или, допустим, ты заходишь в магазин, смотришь персов, тебя там, допустим, интересует, ты хочешь кого-то там прокачать, допустим, там, не знаю Хочешь прокачать Сабзира, Фредди Крюгера, да кого угодно Лучше потратить, мне кажется, свои деньги на реальную карту, которую ты точно получишь, чем на вот эти испытания Как видите, второй раз мы с вами открываем, первый раз был с Джейсоном, и у нас никто не выпал Я надеюсь, что у нас выпадет хоть кто-нибудь достойный из нашего алмазного набора Поэтому ждите, ребятки, я в ближайшее время думаю, что выпущу этот ролик А пока что не забывайте ставить лайки, если вам понравилось, ну и хотя бы как моральная поддержка меня за то, что мы с вами открывали этого горе-скорпиона Я желаю вам всем хорошего настроения и удачного дня, скоро увидимся в новых сериях Всем пока-пока, ребятки!